Здравствуйте, дорогие друзья! С вами компания Кровмонтаж и я, Мороз Алексей. Мы снова вместе с вами на нашем очередном объекте, на его, так сказать, начале. Он будет посвящен полностью реконструкции мансардного этажа. Сносим старый второй этаж, который плохо был утеплен. Воздвигнем новый каркасный этаж с утеплением 200 мм стен. Сделаем новую кровлю мансардного типа, утепленную, из фальцевой кровли. Полностью в этом сериале покажем полный цикл. А эта серия будет посвящена вводной части, знакомству с объектом и как мы производим демонтаж на данном объекте. Итак, за моей спиной вы видите большой дом, где выделено желтой краской. Это наш участок кровли и второго этажа, который мы должны реконструировать, потому что дом поделен на два хозяина. Этим, кстати, и усложняется наша задача. То, что покрашено желтой краской, второй этаж полностью будет сноситься, воздвигаться каркасного типа второй этаж, новый, и будет даже выше потолки задуманной. Сложность такая, что общий конек с соседями имеется. Вторая сложность. Здесь проживают все-таки люди. Наша задача их не затопить. То есть, минимально доставлять им в момент стройки дискомфорт. Как раз все эти сложности компания Крупп Монтаж четко всегда выполняет. Видите, кровля, в принципе, длинная. Длинный скат будет более 11 метров. Первая сложность будет. Как известно, доски имеют стандартный размер 6 метров. Значит, мы будем сцеплять две стропильные доски. В средней части мы будем делать еще, связуя, так сказать, с будущей планировкой клиента, как он хочет, нам нужно спрятать вот эти подпорные детали. То есть, брус 150 на 150 будем использовать. Благо то, что мы сделали сейчас вскрытие, разбор старых передогородок. Нам повезло. Мы нащупали, разобрали стену. Мы нащупали. Есть капитальная стена, на которую у меня большие планы. Стропильная часть кровли у нас будет длинная. Ей необходимо в центре поддержка подпорки. В принципе, видите, старая и у нас здесь выполнена. Мы это все разберем. И так как кровля, угол у нас изменится, она станет выше, мы будем сооружать здесь новый ряд подпорок, уже новых, которые будут держать, поддерживать центр кровли, чтобы она не проседала. Все-таки она будет пологая и затяжная, длинный скат. Здесь у нас рабочий уже производит демонтаж, так сказать, легкий беспорядок. Но это к лучшему. Хочу показать, вот смотрите, вот эти окна мансардного типа были. Значит, люди могли только подойти в полный рост к этим окнам. Вот эти помещения были обшиты вагонкой. В принципе, понимаете, все равно неудобствовать. Здесь люди могли, ну, тут какие-то диван стоял, только, так сказать, спальное место. Полноценно эта площадь не используется. Мы все это рушим. И воздвигаем, и эту стену тоже до пола. И будем воздвигать полноценную стену на 2,30 по всей длине. И от конька кровля будет опираться на нее. И люди будут иметь полноценный второй этаж с высотой потолков приемлемой. То есть от 2,30 будет идти балка на самый конек. Гвоздик, тебе недолго осталось здесь находиться. Друзья, хотите вернуться, переместиться во время в 80-е годы, как раньше утепляли люди мансардной кровлей? Вуаля, смотрите. А где утеплитель? Где утеплитель? Его здесь нет. Значит, хочу вам сказать, что клиент мне рассказывал, что зимой на кровле образуются огромные глыбы, сосульки. Они не падают. То есть почти до земли капает вода всю зиму. И не мудрено, потому что здесь газовое отопление. Люди тратят приличные деньги на газ. Котел постоянно работает. И они отапливали, по сути, улицу, понимаете? Здесь, ну, собирался конденсат. То есть кровля очень страдала от этого. Значит, и поэтому сосульки и так далее. Видите, разве так утепляют сейчас? Мы покажем, как нужно утеплять на самом деле, по-настоящему. Это не утепление. Итак, друзья, вылезли на кровлю. Показать вам это решето, можно сказать, а не кровля. Здесь всегда лежали глыбы. Кровля сделана фальцевая. В принципе, ну, нормально, но это прошлый век. Одинарный замок, поперечные стыки. Этого всего не будет. Мы сделаем целый лист будет от конька донизу. И на двойной замок. Это вообще, как консервная банка этой кровли по барабану. Даже если она пологая, и снег будет лежать, как гриб на ней. Фальцевая кровля, это самая надежная на сегодняшний день. Пусть даже это мое субъективное мнение. Далее. Были когда-то там желоба. Мне заказчик говорит, их давно уже, давным-давно, снегом этим сорвало. И о них забыли. Желоба будут. И сделаем их усилим. Я покажу, как усиливать желоба, чтобы их не срывало глыбами. И установим систему снегозадержания для фальцевой кровли. Супер надежная кровля будет здесь. Еще одной сложностью, друзья, является трубы из-под котла. Газового котла, которые проходят через крышу, естественно. Но так как мы изменяем угол, у нас кровля станет выше, эти трубы у нас утонут в помещении. Значит, что нам надо их наращивать и приподнимать. Это тоже мы сделаем. И в подарок мы сделаем новые колпачки уже, значит, с крашеного железа. И на тот кирпичный каминный дымоход будет новый колпак. Последующей сложностью будет фальцевая кровля. Пройдя через станок, а металл более 11 метров будет. Сложность его поднять, не согнув само изделие фальцевое. То есть мы тоже что-то будем думать, выходя со станка, металл попадал на кровлю непосредственно прям с земли. Мы завезли уже пиломатериал, который будем использовать непосредственно здесь у нас 50 на 200 доска. Она пойдет на каркасные стены, несущие конструкции. С междурядием 58 сантиметров будет монтироваться. Значит, брусок для контрабрешетки, то на 200 мы используем маурлат на обрешетку, доска 250 на 100 тез. Она прошла у нас биообработку уже, наши рабочие сотрудники сделали. Вот мы используем непосредственно усиленная защита древесины при прямом контакте с влагой. Биосеп ультра. Вот таким мы пользуемся септиком. И смотрите, наши работники делают ванну, специальную ванночку, заливают туда специальную жидкость и как бы обволакивают со всех сторон древесину и перекладывают потом для хранения, пока производится работа с перекладкой для просушки брусками. Ну что, готовы? А теперь приступаем к демонтажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, скажем дружно, прощай все старое и здравствуй, новая крыша! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА